В Сочи утром загорелось здание воинской части. Пришлось эвакуировать 20 человек. Новая трасса Адлер Красная Поляна станет платной Минтранс. Сейчас разрабатывает проект. Подарок к Новому году набережную реки Сочи ждет косметический ремонт. Почти 7 тысяч пачек. Крупную партию табачной контрабанды задержали на российско-абхазской границе. В Сочи утром загорелось здание воинской части. Сообщение о пожаре на улице Бестужева в Адлере поступило в 7 часов 20 минут. В 7.26 на место прибыли первые пожарные подразделения. Оказалось, что горит обшивка административного здания на площади 70 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за полчаса. Из-за пожара было эвакуировано 20 человек. Пострадавших нет. Продолжаем. Трасса Адлер Красная Поляна станет платной. Сроки перевода в платный режим определяют до конца года, сообщают кубанские новости. Сейчас трасса находится в ведении Росавтодора. Предполагается, что она будет передана под контроль госкомпании Автодор. Первый замглавы Минтранса России Иннокентий Алафинов заявил, что сейчас идет работа над концепцией перевода новой автодороги в платный режим. По данным министерства, у этой дороги есть бесплатный дублер. До конца года Минтрансам будет подготовлен проект решения. К другим новостям. Вениамин Кондратья выступил в Государственной Думе с инициативой законодательно закрепить статус виноградопригодных земель. В Нижней Палате Парламента сегодня состоялось заседание рабочей группы по вопросам новой редакции закона о развитии виноградарства и виноделии. Его провел спикер Госдумы Вячеслав Володин. На совещании были приглашены депутаты, руководители регионов, производители и эксперты. Участие в обсуждении принял губернатор Краснодарского края. Новый законопроект позволит решить ряд проблем у отрасли. В том числе особое внимание стоит уделить сохранению виноградопригодных земель, уверен глава Кубани. Сегодня практически около 30 тысяч гектаров виноградопригодной ценнейшей земли, непонятно у кого находится, заложено в банках, теперь перезакладывается, включается в черту поселений, перепродается под застройку. И сегодня вот эта вот ценнейшая виноградопригодная земля вообще никак не защищена. Это просто серхозназначение. Ну поверьте, она бесценна. Она бесценна. И поэтому сегодня я делаю все в крае, чтобы эту землю сохранить. Но мне нужны правовые основания, чтобы не дать эту землю застраивать. И вот сегодня есть уникальная возможность, уважаемые коллеги, благодаря вам, этим законам поставить точку в этой вакханалии. Вячеслав Володин рассказал, что новый документ будет внесен на слушание уже сегодня. Ведь этот базовый закон необходимо принять до конца года. Гигабайты информации и доступ ко всем знаниям мира теперь быстрее, качественнее и без сбоев. Сочинская школа в селе Черешня одной из первых в крае получила доступ к высокоскоростному интернету по нацпроекту «Цифровая экономика». Символический старт ускоренному трафику дали губернатор Кубани и министр связи России. О том, как улучшен доступ к всемирной сети, помогает не только в учебе, но и в запуске квадрокоптеров, узнаем из следующего сюжета. Маленькое село со вкусным названием Черешня находится почти на границе с Абхазией. В единственной школе без малого 600 учеников. Поколение, которое с интернетом на «ты» конструирует роботов и запускает беспилотники. Уже в третьем классе маленькие селяне уверенно отвечают, зачем нужен интернет. Что-нибудь скачать. Да, 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 типа игры. Или посмотреть какие-нибудь важные файлы по работе. Программировать их Вячеслав Васюнин, конечно, еще не учит. Для этого нужно подрасти. Но культуру пользования всемирной паутиной прививает и уверен, что польза от доступного и качественного интернета неоценима. Нужно, например, из интернета, из сети загружать образцы, например, программ, чтобы посмотреть другие варианты работы полета летающего аппарата. У нас есть VR-очки, для которых необходим высокоскоростной интернет, чтобы также загружать программы и пользоваться ими в процессе обучения детей. Без высокоскоростного интернета этого бы не получилось. Чтобы в каждую школу Краснодарского края и городскую, и сельскую, современные знания врывались на высоких скоростях, существует нацпроект «Цифровые технологии». Благодаря ему оптоволоконный кабель появился и в селе Черешня. Тот узел связи, который компанией был организован в данном населенном пункте, он имеет общую монтированную пропускную способность в порядке 10 гигабит в секунду. Запуск широкополосной сети для сельской школы – большое событие. Сюда приехали министр связи России, губернатор Краснодарского края. Они вместе с отличниками нажали символическую кнопку запуска интернет-соединения. Так, запускается. Прошу. Идет включение к серверу. Уважаемые коллеги, сейчас будут результаты тестов. Глава Минкомсвязи Константин Носков говорит о сотнях тысяч социальных объектов по всей стране, которые получат высокоскоростной интернет благодаря нацпроекту. За ближайшие два с половиной года будет подключено порядка ста тысяч различных объектов. Это очень масштабная программа, и операторы связи по всей стране сейчас очень много работают над тем, чтобы у вас появился интернет, и вы смогли черпать знания из этого безграничного источника. Вениамин Кондратьев отметил, что подключение высокоскоростного интернета в небольшой школе – это событие для всего Краснодарского края. Ведь если такие технологии добрались в горные селения, значит и все остальные соцобъекты обеспечить устойчивым трафиком – задача выполнимая. Мы живем сегодня в очень скоростном мире, а вы будете еще жить в более скоростном мире, и скорости, которые будут на вашем жизненном пути, они, может быть, будут уже сверхбольшими. Поэтому нужно успевать. Нужно успевать, в том числе и быть встроенным в эти современные реалии мира, и быть готовым к любым вызовам. А для этого, для этого, конечно, нужны современнейшие технологии, в том числе и скоростной сегодня интернет. Он позволит вам быть в ритме сегодняшней жизни. Большая часть Кубани – это сельская местность, и особенно там тоже мальчишки, девчонки, они его ждут. Я хочу сказать, что до 2021 года все школы нашего края будут подключены к скоростному интернету. За это я хочу сказать огромное слово благодарности. Конечно, вам, Катерина Юрьевича, в целом, министерству, конечно, правительству, ведь на эти цели выделено полтора миллиарда рублей. Это более двух тысяч объектов. Это не только школы, это и офисы врачей общей практики, это МЧС, пожарные. Подразделения будут подключены. Современное образование без цифровых технологий представить сложно. Скучным учебникам на смену приходит интерактивность, которая просто невозможна без интернета. Это понимают даже третьеклассники, которые увлеченно моделируют трехмерные модели еще из конструкторов. Но уже совсем скоро научатся делать это в цифровом пространстве. Высокие технологии с завтрашнего дня рождаются здесь и сейчас. В том числе за этим столом, где сегодня вкладывать надо в них. Абсолютно верно. Конструкторы – это запрещенные, современнейшие, прорывные технологии России. Вот сегодня вырастите тех, кто это будет делать. Практические результаты цифровизации Кубани министру связи России губернатора учителя показывают в классах. Педагоги не нарадуются. Онлайн-уроки краснодарских и московских педагогов больше не будут зависать. Да и скачать обучающее видео не составит труда. Преимущества быстрого интернета в масштабах всей страны обсудили уже на межрегиональном совещании лидеров цифрового развития. Министр связи России и глава Краснодарского края поприветствовали представителей IT-отрасли. Мениамин Кондратьев отметил, что без современных решений невозможно дальнейшее построение экономики. Вы люди профессиональные, а я пытался что-нибудь такое тоже сказать. Но на самом деле, я думаю, что вас ничем не удивить и в терминологии, и в подходах. Как бы мы ни говорили, и не подбирали умных слов, все, что мы сегодня будем обсуждать, вы будете обсуждать. Цифровая экономика, она, конечно, в первую очередь должна влиять на качественную жизнь людей, жителей. Для меня это принципиально, потому что нет смысла ничего говорить, если не будет качественного улучшения жизнедеятельности человека. Для меня это принципиально важно, жителя края. Поэтому, конечно, мы в первую очередь стремимся к чему? Чтобы инфраструктура способствовала, по крайней мере, сокращению сроков получения госуслуг, максимальному сохранению ресурсов. В Краснодарском крае уже есть успешные примеры внедрения цифровых систем в предоставлении госуслуг в жилищно-коммунальном хозяйстве, медицине и агропромышленном комплексе. Но если сейчас высокоскоростным интернетом охвачены примерно 70% жителей, то уже к 2024 году возможность подключения к мировой паутине будет у всех жителей края, как в крупных городах, так и в отдаленных селах. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Краснодарском крае до 1 ноября в органах исполнительной и муниципальной власти пройдет проверка резерва специалистов. Такое решение принято во время совещания в Краснодаре. Его провел первый вице-губернатор Андрей Алексеенко. В регионе работают около 20 тысяч госслужащих. При этом кадровый резерв составляет более 3 тысяч. Он постоянно обновляется, но все равно ощущается профессиональный дефицит. Поэтому необходимо развивать систему наставничества. Проанализируйте, сколько раз главы муниципальных образований вы встречались с вашими студентами. Боюсь, что давно. Что и не вспомните когда. То же касается органов государственной власти. Работу надо вести. Этот опыт нужно передавать, и людей нужно готовить. На это нужно находить время, встречаться с теми, кто уже выпустился, кого вы знаете. Краевое управление кадровой политики до 20 ноября будет принимать предложения и рекомендации от руководителей и глав муниципалитетов по теме наставничества. К новостям вернемся после прогноза погоды. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Прошла чуть более пяти лет назад, перед Олимпиадой. Теперь требуется косметический ремонт. К такому выводу пришел мэр Сочи Алексей Копайгородский во время обхода набережной. Это место и для прогулок, в том числе с детьми, и для занятий спортом. Здесь немало любителей бега. А еще на улице Конституции установлены тренажеры. Общение с горожанами помогло выяснить, каковы пожелания самих сочинцев относительно и этой территории, и соседних. На море хожу каждое утро, утром и вечером. На какие улицы еще внимание обратите? Где я? Что хуже, лучше? Где? Да, вот вы ходите все время, а где обратили внимание? Может где-то что-то там? Я бы не сказал. Вот знаете, возле фестивального пляжа, там бы скамеек несколько еще. А, на фестивальном. Они что, хорошие или не очень? Они хорошие, их надо подремонтировать хотя бы. А, то есть получается сидушки нет, да? А что еще хотелось бы? Что еще хотелось бы? Вы знаете, чтобы таких площадок было несколько. Потому что я смотрю, днем и дети здесь бывают. И тоже что-то крутится, и малышня, и прочее. Еще одна задача – привести в порядок подземные переходы, уделив внимание работе камер видеонаблюдения. Мэр дал распоряжение обустроить вело- и беговые дорожки таким образом, чтобы это было удобно и для велосипедистов, и для спортсменов, и для прохожих на набережной. Я думаю, что общими усилиями, скорее всего, до Нового года мы сможем сделать ее. И презентовать для горожан к Новому году уже обновленную, высовершенствованную прогулочную зону. Особое внимание во время обхода мэр уделил системе освещения. Из-за близости воды фонари довольно быстро приходят в негодность. Они также будут обновлены. Ольга, 10-го, телекомпания, ФКТ. В Сочи завершаются плановые ремонты котельных. В Центральном районе многие уже готовы к началу отопительного сезона. Этой зимой жители Заречного микрорайона будут получать тепло без сбоев, а оплата за отопление со временем станет меньше. А все благодаря техническому перевооружению второй котельной. Этим паровым котлам почти 40, но они по-прежнему работоспособные. Каждую зиму подают тепло в дома 8 тысяч сочинцев. Правда, в последнее время не совсем качественно. Старое теплообменное оборудование постоянно ломалось и приходилось останавливать работу всей котельной, чтобы начать ремонт. В этом году сбоев подачи горячей воды не будет, обещают специалисты. Для улучшения коэффициента полезного действия работы данного котла мы поставили на внутренний контур. Вот можете посмотреть оборудование, насосы, насосное оборудование современное. И, соответственно, пока теплообменный аппарат пластинчатый, пластинчатого типа. Работы по замене теплового оборудования котельной начались в прошлом году. Современные насосы, автоматика и прочие энергетические установки, в отличие от старых, будут работать без сбоев. Кроме того, они энергоэффективные. Затрат на электроэнергию предприятия будет меньше. Поэтому специалисты предприятия «Сочи Теплоэнерго» уже говорят о возможном снижении тарифов. Будем стараться снижать тариф и улучшать социальное состояние наших жителей. Что касается на котель номер два, то работы на сегодняшний день практически на 99% завершены. Остались небольшие доработки, которые будут закончены. Никак не повлияет это на отопительный период. То есть к 15 ноября, как планируем, если будет и раньше, то мы запустим котельную в штатном режиме. Подготовиться к отопительному сезону качественно и в срок. Такую задачу поставил глава города. Помимо замены старого оборудования и планового ремонта на котельных, по центральному району проведена модернизация всех теплосетей. Всего около 130 километров. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Почти 7 тысяч пачек сигарет. Крупную партию контрабанды задержали на российско-абхазской границе. Два автомобиля «Газель» и «Нива» якобы были пустыми. Но рентгенкомплекс показал, что в машинах масса тайников. Блоки сигарет были спрятаны в нише багажника под боковыми панелями в скрытой полости вместо топливного бака. Даже в трех колесах автомобиля из них извлекли более 300 пачек. Всего в «Ниве» найдено 851 пачка сигарет. В «Газели» кузов по всему периметру был обшит фанерой. Под двойными бортами было спрятано почти 5000 пачек сигарет. На большей части акцизные марки отсутствовали. Незаконный товар и автомобили изъяты. Только за последнюю неделю по фактам незаконного перемещения сигарет сочинской таможней возбуждено 6 дел. Заканчивается регистрация на забег по чайным плантациям. Он пройдет 4 ноября. Для участников разработаны 5 кольцевых дистанций – 2, 5, 10, 25 и 45 километров. Первые две трассы, самые массовые, пройдут по мацестинским чайным плантациям. Третий маршрут доведет участников до Калинового озера. Четвертый предполагает пробег по Воронцовским пещерам и самый большой маршрут до села Красная Воля и обратно. Участников ожидают сложные трассы с горными тропами и грунтовыми дорогами в окружении живописных видов сочинского национального парка. Суммарный набор высоты на протяжении самой большой дистанции – более 2000 метров. Это треть высоты Эльбруса. О желании принять участие в марафоне необходимо сообщить заранее, зарегистрировавшись на специальном портале. Главное условие – возраст от 18 лет. Последний день регистрации – 24 октября. Международную степень Q получили юные дзюдоисты Сочи. Аттестацию провели эксперты Федерации дзюдо России. Для юного дзюдоиста цвет его пояса – как погоны для военнослужащего. Он позволяет судить об уровне подготовки. Более того, без пояса спортсмена не допустят бороться. В мире приняты следующие пояса – желтый, оранжевый, зеленый, синий и коричневый. В аттестации на международную степень Q принял участие 61 спортсмен. Борцы демонстрировали по команде эксперта технику сковывающих действий и технику бросков. По результатам экзаменов 44 спортсмена получили желтый пояс. С 15 присвоен оранжевый. Два участника не прошли аттестацию. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. И заходите на наш канал в Ютьюбе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.